Всем привет, меня зовут Влад Филадов и в этот раз я вам покажу смартфончик, называется Microsoft Lumia 550. Совсем недавно поступил в продажу, ну и я должен отметить, конечно, что у нас спонсор данного эпизода nstore.ru. Интернет-магазин совершенно официальный от Microsoft, можно там приобрести и 550 Lumia, и куча других. Ссылочка есть в описании и, как обычно, я вам рассказываю, как происходил заказ. Заказ, на самом деле, происходил достаточно круто, все привезли домой совершенно бесплатно. При этом были моменты, как раз то, что мне по почте приходило каждый шаг, то есть вот буквально заявка заполнена, вам позвонили, вам не позвонили, заказ формирован, заказ отдан курьеру, курьер у вас вот такой-то, телефон у него такой-то, и вот это вот все. Параллельно с этим также все дублировалось смс-ками, что мне на самом деле безумно нравится. Вот у всех бы интернет-магазинов был такой подход. Да и сам курьер приехал, заранее позвонил, все уподобимо в изначально обговоренное время, то есть никаких намеков на то, чтобы мне не понравилось вообще нет. Вот реально, второй раз вижу, как работает nstore.ru, и второй раз сервис прям-таки удивляет. На самом деле удивляет, по-хорошему, я, честно говоря, и не рассчитывал, что у нас в России могут подходить к реализации интернет-магазинов в подобном ключе. В общем, nstore.ru, Microsoft Lumi, если хотите себе купить, однозначно только там. Цены плюс достаточно лояльные, куча скидок дают, например, подписались на новости 300 рублей, скидочку дали, и куча там других плюшек, ништяков, и все это вот прям на постоянной основе. Давайте начнем про сам аппаратик, Lumi 550. Что из себя представлять? 50-40 была на обзоре, вы ее достаточно хорошо смотрели, и, насколько я понял, она вам понравилась. Ну, а 550-е не многим хуже, а только лучше. Естественно, Microsoft идет дальше, и эта моделька призвана во многом как раз подвинуть 540-ю, как я понимаю, потому что визуально моменты сохранены, но при этом уже все на Windows 10 и куча различных характеристик, которые вполне достойны внимания. Ну, первое, что стоит отметить, конечно, наличие 4G, 4,7-дисплей дюймов с HD-разрешением, то есть 1280 на 720 пикселей. Четырехъядерный процессор у нас находится внутри от Qualcomm, называется, ну, как бы вы подумали, он может называться, конечно, Snapdragon 210 MSM 8909 на 1,1 ГГц. В принципе, его и четырехъядер хватает для того, чтобы шевелить Windows 10 очень-очень даже бодренько. И получается, что все у нас замечательно. Ну и камера 5 мегапикселей, да, тоже на месте. Звезд неба не хватает, пример фото и видеосъемки найдете в конце. Ну что, давайте посмотрим, что у нас положили в качестве комплектации. Мне, честно говоря, даже любопытно. Я особо не разбирался. Да, вот все документики, кстати говоря, привозят in-store, там всякий гарантийный талон, печать, все стоит на месте. Пленочка. Давайте пленочку отложим в сторону и посмотрим на комплектацию. Комплектуется у нас все зарядным устройством, которое у нас на microUSB, но без USB вот здесь. Соответственно, то, как это было еще у Nokia. Но не так и плохо, на самом деле, привычная вполне зарядочка. Написано Microsoft. Ну и у нас, естественно, есть Information Guide, который несет в себе кучу различных бумажек, включая инструкцию. Так что, я думаю, не потерялись. Аккумулятор был вынут отдельно, крышка задняя снимается, но сейчас я все это подробненько вам покажу. В силовой части у нас находится пластик. Логотип Windows 10, вот такой вот он квадратненький. И надпись Microsoft отсутствует, но ее перенесли на фронтальную часть. Здесь она теперь стала относительно незаметной, но видно, что все-таки есть пометочка, что это у нас майкрософтский телефон. Что касается материалов, то здесь у нас пластик. Он пытается имитировать софт-альф, хоть он не является таковым. Некоторые отпечатки и жирность остаются, но, в принципе, легко стираются тряпочкой. И он достаточно практичный. На белом, естественно, видно будет меньше, хотя, я думаю, что пачкаться он будет в схожем ключе. Вспышечка LED у нас присутствует. 5-мегапиксельная камера, как я уже сказал, тоже на месте. Давайте снимем заднюю крышку, посмотрим, что у нас находится внутри. А за тыловой крышкой прячется аккумулятор. Вот с такой вот, с логотипом Microsoft. Его емкость 2100 мАч. В режиме разговора хватит на 16 часов. В режиме ожидания 672 часа. А вот, кстати говоря, в воспроизведении музыки 60 часов. Я вот знаю, что David Arstel достаточно любит как раз майкрософтовские телефоны за то, что они очень-очень долго живут при воспроизведении музыки. И это реально круто. Так что, если вы меломан, то эта штука исключительно для вас. Плюс у нас здесь есть слот, конечно же, под сим-карочку. В нашем случае, вот конкретно на 550 уже наносим. Так что сможете без как бы то ни было проблем переехать, например, с айфона. Ну и, конечно же, у нас есть слот для карт памяти типа microSD. Да, память расширить внутреннюю я бы посоветовал просто потому, что здесь ее внутри не очень много. Кнопочки, как обычно, вынесены на крышку. И она, соответственно, имеет все основные прокладочки, чтобы, да, вот все было мягенько, хорошо и никаких сложностей не возникало. Давайте защелкнем крышечку. Все сидит плотненько, ничего не люфтит. Кнопочки не трясутся. Вот прям сборка очень-очень радует. Что касается левого торца, то у нас здесь ничего нет. С правого торца у нас кнопка включения-выключения разблокировки, качелька громкости. Сверху у нас находится не что иное, как 3,5 миллиметра разъем. А вот снизу находится microUSB. Ну и, конечно же, микрофончик вот здесь вот тоже имеется. Что касается фронтальной части, то, конечно, у нас есть здесь камера, которая имеет разрешение 2 мегапикселя. Плюс у нас есть датчик освещения, что, соответственно, приближение которой позволит нам максимально все интересно как раз продемонстрировать. А что касается логотипа Microsoft, я уже сказал, динамик разговорный, достаточно громкий, качественный. К нему претензий никаких нет. Тыловой динамик, ну, в принципе, тоже громкий и качественный. Наверное, в тот случай, когда к майкрософтовскому телефону по звуку претензий вообще никаких нет. И все звонит вполне себе, ну, стабильненько. Что касается дисплея, то тут у нас 4,7 дюйма с HD разрешением. Я это уже упоминал, но все-таки скажу еще раз. Просто в силу того, что действительно интересно, и показатель PPI у нас здесь 312 точек на дюйм. Поэтому притраться к дисплею при всем желании невозможно. Яркость вполне достаточная, даже на ярком солнце все читаемо. Как видите, сейчас даже в студии при условии софитов все, ну, несколько пересвечивается. В общем, свет не позволяет мне именно добить как раз экранчик, и вполне все у нас ярко, качественно и интересно. Что касается Windows 10, то тут, в принципе, все более-менее тривиально и стабильно. Никаких излишков, только необходимый софт, который изначально приустановлен. Очень радует то, что находится Яндекс.Музыка даже. Внутри какие-то торги Яндекс.Музыки и сервисы, вот они как-то так вот проникли на Windows Phone платформу. Что касается Antutu Benchmark, давайте его сейчас найдем в списке. Не будем заморачиваться и мучиться искать. А возьмем у нас вот тут вот сразу есть англоязычный и запустим Antutu Benchmark. Конечно, вот количество попугайчиков здесь стоит расценивать исключительно внутри Windows платформы и не как кроме 10738 баллов набирает данный смартфон. И, в принципе, этого вполне достаточно. Поверьте моему опыту, на Windows Phone было достаточно, на Windows 10 более чем достаточно для того, чтобы все работало без каких бы то ни было нареканий и тормозов. Соответственно, даже мультизадачность, она, в принципе, будет неплохо работать. Как видите, все переключается без каких бы то ни было дозагрузок. Ну, давайте, например, вернемся в тот же Antutu. Все прекрасно работает, все прекрасно отрисовывается. Что касается графических возможностей, то у нас это отвечает на Adreno 304, который находится внутри. И вы знаете, какой-нибудь асфальт 8 здесь бегает, ну, просто замечательно. Очень быстро все работает. И никаких сложностей, тормозов или чего-то в этом духе не замечено. Очень все плавно, даже вот я, вроде как бы, со стороны все снимаю. И то мне очень нравится, все реально прикольно. Поэтому со стороны игрушек, наверное, нареканий-то особо не будет. В этом смысле Windows платформа всегда была впереди планеты всей, просто потому что многие игрушки действительно хорошо идут на ней, даже при условии, ну, относительно бюджетных аппаратиков. И, как вы видите, никаких действительно нареканий, сложностей или чего-то в этом духе не наблюдается. Ну, я еще тут водитель, конечно, но, с другой стороны, все более-менее отбивается вот в плане красоты картинки и плавности, плавности, конечно же, ее плавности. Ну, очень клево. Кстати говоря, настройки при этом у меня выставлены на высокие, так что более чем достойно. Давайте свернем асфальт и как-то будем резюмировать по поводу всего смартфона. В принципе, это рабочая лошадка, да. Стоит такая штука сейчас в России 9500 рублей, 9490, если быть точным до конца. Это именно официальный ритейловый ценник. И вы знаете, за свои деньги, в принципе, это, наверное, один из лучших смартфонов, что может быть под Windows. Я не скажу, что вы можете купить что-то только хуже, под Android. Но при этом, если вам нужно именно Windows 10 в качестве мобильного решения, то 550 Lumia это, ну, правильный, наверное, ваш выбор, какой вы можете только сделать. У нас здесь невысокий ценник, да, на месте. Достаточно большой дисплей 4,7 дюйма с хорошим, сильно качественным отображением картинки. Вес 142 грамма всего-то и 9,9 миллиметра, что тоже, на самом деле, укладывается в пределы уподобимого и нормального. Кроме этого, у нас есть поддержка 4GCT, то есть LTE здесь будет работать в полной мере, у вас будет быстрый высокоскоростной интернет, Wi-Fi здесь тоже прекрасно себя ощущает внутри, 5-мегапиксельная камера, которая справится с большинством поставленных перед ней задач, фронтальная камера на 2 мегапикселя для того, чтобы совершать видеозвонки, ну и та платформа, которая действительно сейчас достаточно активно развивается и сможет спокойно, например, взаимодействовать с вашим Windows 10 ноутбуком или компьютером, что, мне кажется, немаловажно. Именно взаимодействовать в плане софта, взаимодействовать в плане каких-то возможностей, а не синхронизации как таковой. Ну и я бы еще, наверное, отметил то, что все плавно, все быстро и действительно никаких серьезных нареканий. Да, и вот по времени автономной работы я тоже изначально это не отметил, я лишь назвал, сколько емкость аккумулятора, а вот сколько в реале живет. Живет эта штука, в принципе, день-полтора. Если вы будете относительно экономить, то два дня. Прослушивание музыки фактически батарейку никак не сажает. Я не знаю, как этого добились Майкрософты, но у них это получилось, что, в принципе, попадает, в моем понимании, в золотую середину, когда вы можете честно пользоваться целый день своим гаджетом, и он не сядет. Даже если вы будете, например, слушать музыку. Кстати говоря, при во время игр нагрева тоже серьезного не происходит, поэтому, опять-таки, маленький-маленький, но все-таки зачет. А, вот да, еще бонус же есть здесь, конечно, есть же бонус. FM-радио. Тоже вполне себе подлично. Огромное спасибо InStore.ru за предоставленный гаджет. Вам спасибо за то, что вы смотрели. Смотрите и дальше. Ставим большие пальцы вверх, подписываемся на канал. Там внизу есть специальная кнопочка «Подписаться». Дальше тоже такая кнопочка будет со всеми аннотациями, другими видео. Ну и, конечно же, примеры фото- и видеосъемки прямо сейчас. Еще раз всем спасибо и всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!